Всем привет, друзья! Сегодня с вами говорим о подагре, мочевая кислота, которая действительно скапливается в моменты стресса, в моменты различных нарушений. Если у вас есть действительно кристаллы в виде камней в почках, вам нужны источники, которые нормализуют инсулин. То есть это лимонный сок, то, что поможет образовывать вам щелочь в организме. И так бывает, когда мы кушаем мясо, когда мы кушаем различную кислотную еду, и это кофе. Соответственно, здесь нужно сдавать анализ на уровень мочевой кислоты. Но бывает так, что вам нужно есть больше овощей и меньше белка, чтобы нормализовать кислотность желудка. Кислотность стимулирует нервную систему. Соответственно, мочевая кислота это нейростимулятор. Хоть она и обладает окислительными свойствами, она антиоксидант, который помогает нейтрализовать реактивные соединения. Избыток железа очень вреден для организма. Соответственно, мочевая кислота может помочь иммунной системе. Почему бывает такая история с мочевой кислотой? Во-первых, это дефицит магния, во-вторых, это кислотные продукты, хронический уровень стресса у спортсменов, у людей, которые находятся в каком-то таком состоянии с высоким инсулином, с инсулинорезистентностью. Люди, которые используют кофе, это тоже туда же. Соответственно, это все вредит. И могу сказать, что в консультациях моих, когда ко мне приходит человек с постоянной мочевой кислотой, и даже питание ему не помогает, могу сказать, что это высокий уровень стресса. Или этот человек занимается спортом, или он занимается какой-то деятельностью, которая постоянно-постоянно требует интеллектуального включения. И, соответственно, в эти моменты он перерабатывает. Если у вас действительно есть кристаллы мочевой кислоты в виде камней в почках, вам нужно нормализовать инсулин. Это ключ. А точнее, понизить инсулин. То есть, на низком инсулине такой истории не будет. И если вы склонны к образованию камней в почках или подагре, то вам стоит увеличить количество овощей в рационе и уменьшить потребление животного белка. Это все индивидуально. У кого есть проблемы с животным белком, то, соответственно, здесь нужно работать с состоянием организма. Вот такие краткие рекомендации. Надеюсь, это было вам полезно. Пишите. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok